Ну что, дорогие мои, всем привет! Всех рада видеть! С вами Влада Никифорова, венский искусствовед. И сегодня мы с вами посещаем шикарную церковь. Поговорим о венском барокко. Церковь называется Карлс-Кирхе, находится в центре Вены. Мы сможем посмотреть церковь изнутри, подняться под купол и также осмотреть ее снаружи. Ну что, мы проходим. Я надеюсь, что меня хорошо слышно. Здесь шикарная кустика. Здесь нужно увидеть, как выглядит церковь снаружи. Карлс-Кирхе назван в честь святого Карла Барамео. Это покровитель Вены во время чумы. Церковь была выстроена в 1713 году. Это год Брюшовой несчастья для Вены, когда умирает около третьего населения. В Вене была чума. И правящий Карл VI решает спонсировать эту церковь. Посвящена она его личному патрону Карла Барамео. И мы сейчас видим главный алтарь, где прославление самого святого. Это был римский кардинал, который впоследствии был также канонизирован. Видите, необычно, что церковь имеет не живописный алтарь, а скульптурный. Здесь чем-то напоминает скульптуру Бернини. Только Бернини работает в мраморе. Здесь, как правило, известняк. Справа и слева вот эти шикарные балконы для императорской семьи. И сейчас вы также увидите очень красивый балкон, где выступал священник. Сейчас выступает с вот этой стойки в 70-х годах XX века. Здесь в Австрии была реформа, которая постановила вести службы теперь всегда на немецком языке, а не на латыни, как раньше. Давайте с вами посмотрим алтари и сможем подняться на вот этом интересном лифте наверх, чтобы рассмотреть купол вблизи. Купол, расписанный великим мастером австрийского барокко Михаэлем Ротмайером. И также сверху будет шикарная панорама на Вену. Сейчас вы видите орган. Здесь проходят также органные концерты и концерты инструментальной музыки для туристов в том числе. Когда туристы есть. Здесь в нишах можно увидеть алтари разных знаменитых и менее знаменитых художников. Здесь потише, потому что люди сидят, молятся. И вот это и есть австрийское барокко. Очень напоминает ватиканское. Потому что, конечно, все барокко пошло из Рима, из Италии. И распространилось по всему миру. Такая пропаганда церкви была. Почему? Потому что нужно было проводить рекатализацию, возвращать людей в лоно католической церкви, всех протестантов и так далее. И это был действительно пиар католической церкви. Человек, заходя в такой красивый храм, попадал как в другое измерение. Ну и давайте сейчас будем подниматься на лифте, пока здесь никого нет. Я нажимаю кнопку и мы заходим с вами внутрь. Сейчас переведу на себя. Нажимаю верхний этаж. Я одна, поэтому временно смогу снять маску. Конечно, эти маски, которые сейчас ввели в Вене, такие очень узкие, толстые, не очень приятные. Да, и сейчас мы с вами сможем наслаждаться шикарной панорамой. Давайте переключимся обратно. Здесь недавно висело современное искусство летящей сферы аргентинского мастера Томаса Сарацена. Я вам в сториз выложу, как это все интересно выглядело. Сегодня мы с вами сможем насладиться панорамой на Вену, видом шикарным, ну и рассмотреть купол. Работал над этой церковью архитектор Фишер фон Эрлах, был тендер. И в этом тендере участвовали итальянцы и также Лукас фон Хильдебрандт, который строил венский бельведер. Для принца Евгения Савойского оно победил именно Фишер фон Эрлах. И он, в общем-то, реализовал этот проект, он реализовал этот проект в церкви и закончил этот проект его сын Эммануеву. Что здесь изображено повсюду на фресках, которые расписал Михаил Ротмайер. Повсюду прославление вот этого святого и кардинала Карла Бромео и сцены из его жизни. Например, Вознесение. Вот сейчас можно увидеть Иисуса, который с креста возносится наверх. Вот встречает Бог Отец и летит также Голубок, это Святой Дух. Сейчас будет красивый вид на Вену. Немножко туман, конечно, сейчас не лето, а зима. У вас есть хорошая возможность насладиться. Видите, перед зданием обычно у нас водоем. Сейчас его убрали. Видно справа собор Святого Стефана. Вот здесь справа тоже интересный вид на колокольни, часовни, которые многим напоминают минареты. На самом деле архитектор вдохновлялся в Ватикане и в Риме. Есть на римском форуме колонны Трояна. Одна, правда, колонна. А здесь у нас две справа и слева. Но барокко эпоха, это эпоха, когда все удваивается, все должно быть симметричным. Поэтому архитектор решает делать две колонны. Слева также можно увидеть технические университеты. На заднем плане ратушу Вены. В общем, все шикарные дворцы. Такая, видите, Вена невысокая. Даже вот впереди видна зеленая крыша. Это венская опера. Справа красное здание. Это музик Ферраен. Венская филармония. Где проходит знаменитый новогодний концерт. А слева левее это Альбертина Модерн. Совершенно новый музей в Вене. Здесь очень зелено. Также на этой площади есть остановки в стиле модерн. Архитектора Отто Вагнера. Сейчас зелени меньше. Но интересно, что эту площадь планировали тоже застроить. Но, слава богу, ничего не построили. И можно действительно наслаждаться таким хорошим видом. Давайте еще посмотрим. Здесь видно отверстие купольное. Фонарь, так называемый. Или латерну. Тоже типичная для эпохи барокко. В общем, венская барокко это такая мини-копия итальянского барокко. Спускаюсь вниз. Где-то тут слышны детские возгласы. Я повсюду таскаю своих двойняшек, которым 16 месяцев. Так что не удивляйтесь, если нас сопровождают детские возгласы. Так, я спускаюсь вниз сейчас. И я хочу выйти на улицу, еще объяснить вам фасад. Мне кажется, это тоже хорошая идея. Так что не переключайтесь. Повсюду вы видите здесь мрамор. Но на самом деле мраморная плита, она только на полу. А повсюду на стенах это так называемая винцанская штукатурка или штука-люстр. Придумали итальянцы, соответственно. Мраморная крошка смешивается с гипсом. Материал дешевый, легкий, красивый, главное теплый. В церкви, правда, не холодно. И вот этим материалом винцанская штукатурка часто отделывали тоже дворцы. В бельветерии, например, в Венском. Можно увидеть в мраморном зале повсюду. В этой церкви проходят шикарные концерты. Вивальди играют, реквием Моцарта. Но сейчас, конечно, во время карантина нет. Как сейчас в Вене обстоят дела с карантином. Вот с сегодняшнего дня открываются музеи, зоопарк, магазины. Но рестораны и отели, к сожалению, пока закрыты. Давайте будем с вами выходить. Я вынуждена снова одеть маску. Мы сейчас будем выходить с вами на улицу, чтобы еще обсудить фасад. Я смотрю, ушли ли мои дети. Да, ушли. Дети не одни ушли, конечно, в коляске. Они ушли с моей подружкой. Так, давайте я переключусь на тебя. И мы сейчас выходим на улицу, сможем обсудить фасад. Вот мы уже с вами внизу, возле церкви. Сейчас мы сможем обсудить интересный фасад. На самом деле, многим церковь напоминает собор Святого Петра. И вдохновлялся наш фишер фон Эрлах, австрийский архитектор, учился, в общем-то, в Италии. И как-то он был в Риме, и там встал на смотровую площадку и увидел этот шикарный купол Собора Святого Петра вместе с колонной Трояна. На самом деле, это, конечно, легенда, потому что как бы ты ни встал, одновременно ты и колонну, и купол этот не увидишь. И также он справа и слева решил удвоить этот эффект колонны Трояна. И на колоннах справа и слева на фасаде также можно увидеть жизнеописание, важные сцены из жизни Карла Баромео, покровителя церкви. Наверху вот эти колокольни, часовни, которые напоминают минарет, располагаются. Очень красиво звонят колокола. Купол позеленел, это патина, решили в Вене ничего не очищать, ни памятники, ни купола, так смотрится аутентичнее. На самом деле, это эклектика, вы видите, что это не совсем барокко, потому что вот этот портик напоминает, конечно, нам античность. То есть здесь и Древняя Греция, и Рим. Да, мои дети машут. Справа и слева боковые входы, центральные открывают очень редко. Венцы всегда с настороженностью относятся к эклектике, но вот эта церковь, конечно, очень запоминается и является одной из самых главных достопримечательностей. Надеюсь, что вам она действительно понравилась. Давайте я включу комментарии, чтобы мы смогли с вами тоже немножко пообщаться. Так, переведу на себя. Видите, становится немножко холодно. Я делала капюшончик. Если у вас какие-то есть вопросы, то задавайте. Мне очень приятно, если вы поставите сейчас сердечки, помажьте мне ручкой. Ну и я, конечно, надеюсь, что карантин скоро закончится, и всем мы с вами сможем встретиться здесь, в Вене. Приходите к этой церкви, потому что здесь очень красиво, особенно летом. Она находится несколько дальше, чем, например, Венская опера, немножко в другой стороне от других достопримечательностей, и поэтому к ней часто не доходят. Всем спасибо, всем пока. С вами была Влада Никифорова, Венский искусствовед. Чао!